Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Церковь Святого Минаса в Карине Западной Армении стала жертвой грабителей. Никол Пашинян встретился с премьер-министром Сингапура. В Бартунии планируется открыть рынок для сельскохозяйственной продукции. Иран увеличивает объемы обогащения урана. Вооруженные силы Турции разбомбили позиции РПК в Северном Ираке. Артур Аветисян стал чемпионом всемирных студенческих игр. Стартовал международный кинофестиваль «Золотой абрикос». Церковь Святого Минаса в районе Азизия в Карине Западной Армении, построенная в 1790 году, стала объектом вандализма. Собственники церкви, армянин, живущий в Германии, не позволяет восстановить его, а строители вне церкви проводят незаконные раскопки. Заброшенная церковь сегодня стала местом сбора наркоманов и грабителей. Местные жители хотят, чтобы церковь была восстановлена или же убрана, по крайней мере, снаружи. Премьер-министр Армении Никол Пашинян находится с официальным визитом в Сингапуре. Пашинян встретился с местной армянской общиной, и встреча состоялась в армянской церкви Святого Григория Просветителя в Сингапуре, которая является старейшим христианским учреждением в этой стране. Построен в 1835 году. Сегодня в резиденции премьер-министра Сингапура из Стана встретились премьер-министр Ли Сиен Лун и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Лидеры двух стран представили вопросы повестки дня. Наша делегация прибыла в Сингапур, чтобы открыть новую страницу в наших отношениях. Я думаю, что для этого есть необходимые предпосылки, отметил премьер Армении. Премьер-министр Сингапура Ли Сиен Лун в свою очередь подчеркнул, что они вели переговоры с Пашиняном об укреплении экономических связей двух стран. А также лидер Сингапура говорил о вкладе армян в различных сферах жизни Сингапура. По итогам переговоров между лидерами двух стран Ереван и Сингапур подписали меморандум о сотрудничестве в области туризма, образования, экологии и соглашении об избежании двойного налогообложения. Введутся работы по открытию нового сельскохозяйственного рынка на улице имени Леонарда Петросяна в городе Мартуни в Арцахе. Из-за нехватки для реализации сельскохозяйственной продукции в городе Мартуни в течение нескольких лет сельские жители вынуждены были во дворах или около оживленных предприятий города. У сельхозпроизводителей будет возможность продавать свои урожаи и товары в нормальных рыночных условиях. Для покупателей возможность закупаться по выгодным ценам и в одном месте. Иран начал обогащать уран выше максимального уровня, допустимого ядерным соглашением 3,67%. В скором времени соответствующий отчет планирует отправить в МАГАТЭ, Международное агентство по атомной энергии. Сегодня мы превысили уровень 3,67% по обогащению урана, цитирует слова представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехрус Камальванди агентства ИРНА. Ранее Тегеран заявил, что будет сокращать свои обязательства по ядерной сделке каждые 60 дней. Вооруженные силы Турции нанесли воздушный удар по северо-восточной провинции Зап-Игара-Ирака, в результате чего были убиты четыре члена рабочей партии Курдистана РПК. Согласно полученной информации, авиаудар был осуществлен турецкими вооруженными силами в рамках военных операций «Коготь» на севере Ирака. Операция «Коготь» проводится Анкарой на севере Ирака с 27 мая. 7 июля состоялся финал по отдельным упражнениям, в ходе которого гимнаст Артур Аветисян, представляющий Армению в упражнении на кольцах, набрал 14,900 очков. Опередив тем самым представителя Турции Ибрагима Чулака, который набрал 14,800 очков и стал чемпионом соревнований. Западная Армения поздравляет юного спортсмена и желает новых побед Артуру Аветисяну. В церемонии открытия 16-го международного кинофестиваля «Золотой абрикос» прошла в воскресенье в спортивно-концертном комплексе имени Карена Дамерчана в Ереване. 16-й фестиваль пройдет с 7 по 14 июля. Кинофестиваль «Золотой абрикос» проводится в Ереване с 2004 года и считается одним из самых престижных в регионе. Фестиваль организован при поддержке Министерства культуры Армении и компаний «Вивасел МТС». На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию «Леране Бингелли». «Леране Бингелли» «Леране Бингелли» «Леране Бингелли» Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!